День солидарности в борьбе с терроризмом – одна из памятных дат в России, которая отмечается ежегодно 3 сентября. В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, в Буйнакске, в Волгодонске и сотнях других террористических актах. Сегодня в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась тематическая встреча «Помним Беслан». Ровно 11 лет назад, в такой же жаркий, яркий, радостный день, в Беслане, в школе мы уже о том, что в Северной Осетии шла такая же торжественная линейка. Совершенно неожиданно подъехали боевики, которые под угрозой оружия, стрельбой, заставили, загнали в здание школы детей, родителей, промостренников, сотрудников. По воспоминаниям очевидцев сразу ведь не все поняли, что в этот яркий день может такое случиться. Некоторые думали, что это розыгрыш. Оказалось, это тот розыгрыш, который в своей жизни у них более трех сотен человек, из них больше половины детей. В мероприятии приняли участие более 120 человек. Воспитанники военно-ориентированных профильных классов Рязанских школ, учителям, представители областной прокуратуры, регионального отделения, общественной организации «Братство краповых беретов», ветераны локальных войн. Вспоминая жертв Беслана, приглашенные гости говорили о важности воспитания молодежи в духе патриотизма и национальных традиций, необходимости всеми силами противостоять терроризму. Каким бы ни был терроризм, не бывает, когда один человек совершает коллективно организованную, какие бы цели не преследовал терроризм, политический, который направлен в извержение политическом строю взаимного власти, идеологический, религиозный, все время и всегда он несет за собой горь, ужас, смерть, которые остаются в сердцах людей, которые были свидетелями, или кто-то потерял свои родственники, близких, погибших, и остается вот эта боль семейная сила на всю жизнь. В завершении встречи школьники выстроили символическое сердце в знак памяти о погибших детях Беслана и сотрудниках спецназа, принимавших участием в спасении заложников. Субтитры создавал DimaTorzok